Какие значения скрыты в запретных месяцах? Каков их статус в исламе? Создатель сотворил месяцы и наделил некоторые из них особенностями. Аллах выбрал четыре месяца в году. Это месяц Раджаб, Зуль-Ки'да, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, Аллах увеличил тяжесть греха в этот месяц, так же, как и благодеяние. Месяц Раджаб – один из тех месяцев, в который мусульманин должен быть более осторожным, чтобы не впасть в запретное. И важно остерегаться тех ошибок, которые совершаются некоторыми людьми. Например, в этот месяц особо выделяют намаз, который называется Рагаиб. Имам Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал, давая оценку этому действию, что данный намаз или данный поступок является отвратительной ересью. Абсолютно неприемлемым действием. Так же это касается тех, кто соблюдает пост в месяц Раджаб, например, 27-й день. Эта ночь называется у них ночью вознесения. Имам Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал, что о посте в месяц Раджаб нет никакого упоминания, ни в одном конкретном хадисе, который можно было бы использовать в качестве аргумента. Мусульманин должен поклоняться Аллаху так, как он сам это узаконил. Нужно держаться подальше от подобных новшеств. Как сказал Всевышний Аллах, таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедовал вам это. Быть может, вы устрашитесь. Субтитры сделал DimaTorzok